Добрый вечер, уважаемые наши телезрители, дорогие Сергея Пасадца. В эфире наша традиционная программа «Полный контакт». И в эфире сегодня хозяин Радонежской земли, наш уважаемый земляк, наш новый глава района Михаил Юрьевич Токарев. Добрый вечер. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, очень приятно, что мы держим с вами слово, Михаил Юрьевич. Как и обещали нашим телезрителям, выходить почаще в эфир. И уже практически каждый месяц мы встречаемся, отвечаем на вопросы с вами. Потому что ежедневно ваша большая работа, конечно, требует и ответной реакции какой-то. Чтобы мы понимали, правильно ли мы двигаемся вперед. Работаем в нужном ли направлении. Да, в нужном ли направлении. Ну, вот я уж, как говорится, на правах сегодняшнего ведущего. Хочу начать сразу, наверное, как быка за рога взять. Прошел субботник вот у нас. Мы, чтобы сейчас уже не растекались по древу. Не все было так, как хотелось. Нам и было замечено, что инициатива и активность была не так проявлена всеми жителями. Ну, как обычно, вот они выходят. И больше, наверное, даже чиновники как-то вышли и работали с носилками, с граблями. Вот по вашему мнению, почему так вот происходит у нас сейчас? Ну, Сергей Ильич, правильно вы сказали, действительно, 22 апреля прошел основной такой пик субботника, можно так сказать. Вообще, я хотел, да, немножко отлично рассказать о том, что вообще этот месяц у нас, апрель, он признан таким месячным благоустройством, месячником благоустройства. Мы проводили первый этап 8 апреля, субботник, 22 был такой завершающий основной удар по благоустройству, по наведению порядка. 8 апреля мы работали тоже с нашими жителями, но в несколько, я бы сказал, в другом формате у нас были определены места. Да, это кладбище, поскольку мы готовились к Пасхе, празднику, скверы, парки, то есть такие, знаете, более общественные места, которые все посещают. Тоже мы ударно вышли, я считаю, что мы никого не подвели, прежде всего самих себя и наших жителей. Те планы, которые мы на 8 апреля поставили, мы их полностью реализовали. 22, да, правильно вы заметили, мы готовились, планировали, организовывали. Технику там выделили достаточно. Участие, молодцы, большое им спасибо. Это и наши различные организации, предприятия, и предприниматели тоже надо, да, должно, что выходили, наводили порядок вокруг тех мест, где они непосредственно осуществляют свою коммерческую деятельность. Это, конечно, наши жители. Мы просили, призывали очень активно, придумали такие новые форматы, как завлечь людей. Жители выходили, но, конечно, к сожалению, не в том, наверное, количестве, в котором мы планировали. Очень обидно было, когда мы приезжали во дворы, причем заранее в городе, я сам был в двух местах, на Новоугольческом шоссе, на улице Валовы. Мы заранее договаривались, у меня жители были на приеме, мы говорили, что я к вам приеду на субботник, что мы будем вместе наводить порядок, вы заодно выскажите свои проблемы, вопросы, если они у вас будут. Но, да, не очень было много, но, бог и судья. А давайте, Михаил Ильич, посмотрим. Ведь мы же, Сергей Ильич, мы же их дворы, в конце концов, убирали, мы убирали наш город. Но я надеюсь, что они нас все-таки услышат, и те недостатки, которые остались, по их мнению, безусловно, они, конечно, нам помогут и придут в порядок. Это никак не говорит о том, что мы эту работу сделали 22-го и остановились. Конечно, нет, мы эту работу продолжаем. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Да, у нас впереди майские праздники, 1 мая, 9 мая. Мы эти работы проводим, продолжаем проводить и в районе, и в городе. Поэтому чисто в городе будет, безусловно. Просто хотелось. Тем более, зима-то была такая, неординарная. Неординарная, снежная. Да, сложная, снежная, ледяная, ужас. Давайте все-таки посмотрим, как все это было, чтобы дальше, наверное, перейти. Я уже предвосхищаю наш разговор о благоустройстве и о проектах, которые, в общем-то, нас ожидают. Уважаемые телезрители, в эфире передача «Полный контакт». Гость сегодняшней студии сегодня наш глава Сергея Посадского муниципального района Михаил Юрьевич Токарев и я, ведущий Сергей Боков. Мы предлагаем вам сейчас посмотреть небольшой сюжет о прошедшем субботнике. Среди традиций нашего общества субботник – самое весеннее. Субботник – это давний праздник труда во имя благоустройства окружающей территории. Участие в таком мероприятии сугубо добровольное. Видимо, поэтому все чаще в борьбу за чистоту родного края вступают чиновники, представители различных бюджетных организаций, фирм и предприятий района. А вот обычных горожан на улицах и во дворах в часы и пик уборки практически не встретишь. Здесь мы сейчас находимся на Валово-27. У меня жители были на приеме, я им обещал, что именно на субботнике мы активно с ними встретимся. Мы жителей ждем. Пока вот до 10 утра жителей нет, но мы надеемся, что они будут. Мы приготовили кухню, приготовили чай, вкусные булочки, поэтому всех приглашаю опять. День только начался. Основная ударная единица на фронтах благоустройства, конечно же, сотрудники управляющих компаний и коммунальных предприятий. Именно люди в жилетках различных цветов убирали и убирают серьги в посад, невзирая на погоду и дни недели. 22 апреля, в день рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, который, к слову, придавал огромное значение субботникам, уборка прошла в 147 дворах, а также парках, скверах и у мемориалов воинской славы. Задействованы 42 единицы коммунальной техники, всего по району было обустроено 12 точек питания. Все желающие могли полакомиться солдатской кашей и горячим чаем на полевых кухнях. Персонал вышел сегодня в общей сложности в количестве 40 человек. Все укомплектованы всеми необходимыми инструментами, ножовки, лопаты, грабли, краска. Все это в достаточном количестве. По информации пресс-службы Сергеево-Посадского района, в общеобластном субботнике так или иначе поучаствовали порядка 15 тысяч человек и 395 организаций. Кроме непосредственной уборки было высажено порядка 300 новых деревьев, обустроены цветники и газоны, вывезено более полутора тысяч кубометров мусора. Затем, чтобы собранные бумажки, бутылки, окурки и другие отходы человеческой деятельности были своевременно утилизированы на субботнике, пристально следили представители Госантехнадзора. Будем обращать внимание на места складирования мусора, будем обращать внимание и фиксировать факты несанкционированного сброса мусора. Также будем фиксировать те места, где жители временно складируют мусор, для того, чтобы данный мусор не остался после проведения субботника, был своевременно вывезен органами местного самоуправления. По субботнику, который прошел ранее, наш территориальный отдел работал в Ходьково в полном составе, здесь проводились также мероприятия по контролю проведения субботника экипажем. Были зафиксированы ряд моментов, где до настоящего даже времени есть складирование мусора, но эти вопросы сейчас находятся на контроле, они будут все ликвидированы. Субботники прошли, но благоустройство и проведение территорий в порядок будет продолжено, обещают власти. В Сергиево-Пасадском районе месячник чистоты продлится до конца апреля. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков, День города. Уважаемые телезрители, вы посмотрели сейчас сюжет и, в общем-то, картина ясная, что называется. Конечно, нам надо в первую очередь еще раз повториться нетрудно, хотелось бы, что все-таки мы должны сами следить за чистотой своих дворов и подъездов и так далее. И все-таки существует программа благоустройства. Михаил Ильич, можно поподробнее немножечко? Ну, во-первых, да, Сергеевич, я понимаю, о чем вы, наверное, хотите спросить. Поясню поподробнее. Действительно, ну, во-первых, существует государственная программа, программа губернатора Московской области благоустройства. В рамках этой программы мы ежегодно, она уже работает, наверное, третий год, я не ошибусь, если скажу, ежегодно каждый муниципалитет, и мы в том числе, занимаемся, выполняем работу, делаем работу по благоустройству дворовых территорий. Что это такое? Мы берем двор, причем стараемся выбрать двор, конечно, массовый, где задействовано, скажем так, вокруг не один, там и не два многоквартирных дома, да, а, конечно, побольше, где, безусловно, живут, соответственно, больше жителей, и двор рассчитан на всех на них. Мы берем двор и выполняем, ремонтируем, делаем, дооснащаем его необходимыми элементами. Такой некий талонт нашего Подмосковья является шесть обязательных элементов. Это парковочные пространства, это освещение, озеленение, детская игровая площадка, мусорная контейнерная площадка, красивая, в нормальном виде, чистая, не грязная, и, безусловно, информационный стенд, где для жителей, управляющей компанией, администрации развешивают ту или иную полезную для них информацию. Наверное, места для выгула животных? Это тоже мы вот, да, прямо с языка сняли. Опять? В последнее время, да, много встречаемся с жителями, и действительно, они говорят, что, Михалыч, конечно, нужно подумать, все это хорошо, детские площадки хорошо, но очень много животных, и, конечно, мы гуляем, и, конечно, отдельные места тоже должны быть. Мы это слышим, мы сейчас думаем, работаем. По этой программе мы планируем и обязуемся в этом году сделать такой некий процентное соотношение, 10% от всех наших дворовых территорий по району. Ну, в городе это будет 18 дворов, по поселениям по району где-то 2, где-то 3, где-то 1, всего в целом по району мы планируем сделать 31 двор. Где-то мы подкрасим, подделаем, где-то добавим игровых элементов на детскую площадку, где-то полностью мы поставим новую детскую площадку, сделаем, установим новое парковочное пространство, место. То есть, в зависимости от того, что сейчас есть и что мы хотим там увидеть. Хочу отметить, что большую роль в адресной программе, в определении тех дворов, куда мы придем в этом году, безусловно, играют наши жители с их подачи, с их наказов, с их вопросов. Мы определяли этот адресный перечень, список дворов. Большую работу нам показал, дал депутатский корпус. Они со своими жителями-избирателями общались на протяжении осени, зимы. Они нам очень много подсказали. Это имеет в виду все поселения? Все поселения, город и все поселения, безусловно. Это и наказы жителей, это и информация, которая поступала на портал Добродел в том числе. И, конечно, особо хотелось подчеркнуть, нам это нравится, когда активную роль играют старшие по дому. От них исчерпывающая информация, и мы их очень внимательно слышим и слушаем всегда. Кроме этого, мы говорим сегодня о том, что, конечно, к сожалению, как бы кто ни хотел, мы понимаем, что каждый житель хочет, чтобы их двор стал самым лучшим, к ним пришли. Тем более, когда они видят, что соседний двор ремонтируют, а до него не доходят, конечно, кому-то это становится обидно, и все хотят. Но, к сожалению, мы не можем за раз, конечно, прийти в каждый двор. Это, ну, объективно понятно. Но, тем не менее, именно в этом году на примере города мы планируем еще немножко добавить 12, наверное, дворов у нас должно получиться, где мы, опять-таки, вместе с жителями, вместе с депутатами подобрали адреса, где необходимо установить новые детские игровые площадки, и те же 6 элементов сделать, про которые мы говорили. Особое внимание хочется обратить, что здесь же еще и включают и асфальтирование внутриквартальных дорог. Ямочный ремонт опять тот же. Где-то, Сергей Вяческий, ямочный ремонт, а где-то, к сожалению, нужно старое все асфальтовое полотно дорожное снимать и покрывать его новым асфальтом. Почему город, кто-то может спросить, потому что город очень активно осень-зиму такую программу вел, сформирована программа, сформирован адресный перечень необходимых дворок. Мы вышли с инициативы в правительство Московской области, нас правительство Минжекаха поддержало, и я думаю, что у нас вот дополнительно тоже все должно получиться. Главный судья-житель и главный критерий качества работ тоже житель. Безусловно, план и цель все эти работы провести в летний период, никого не смешить, не оставлять эти работы на осень, на первый снег, на морозы. А жители просто призываю очередной раз, чтобы все обращали внимание буквально в ежедневном режиме, контролировали и следили за качеством и объемом выполняемых работ. А вот мы уже с вами как-то разговор вели о плане ремонта дорог. Вот уже начато что-то в этом плане сделать? Безусловно, мы уже как только, даже еще лежал снег, уже начал таять с марта месяца, активно мы занялись этой работой. Оцифровываем, выявляем, оцифровываем, ставим на учет все ямы, которые образовались после зимы. Мы все видим прекрасно, я это вижу, все жители это видят, и все сотрудники администрации видят. Их не скроешь. Что их не скроешь, конечно, это проблема, ну не только для нашего муниципалитета, она в принципе для всей России проблема, да, мы это знаем. Ну про дураков сейчас мы не будем говорить. Не будем говорить, да. Мы эту работу знаем. В марте мы ввели экстренный такой ямочный ремонт, мы устраняли очаги аварийной опасности, там, где на самом деле уже ямы, они могли привести к дорожно-транспортным происшествиям. Особенно у школ, если там детские сады. У школ, где переходы, безусловно, да, на шоссе. Но эти работы были, конечно, дорогостоящие, поскольку заливали специально асфальт, ремонтировали, он дорогой, и поэтому акцент ставился именно на таких вот, на экстренных участках дорожного покрытия. Надо еще понимать, и телезрители, я думаю, тоже должны это адекватно воспринимать, что сколько бы ни закладывалось в бюджет, никак нельзя угадать, сколько надо денег. Ну безусловно, да. Да, безусловно. Кто, допустим, знал, что там или там выбоины такие произойдут после тяжелой зимы? Всего, да, вот хочу рассказать, что сначала, что в этом году уже в течение этого года, с марта месяца мы уже заделали более 200, 2000 ям, мы уже устранили, заделали. Сейчас эту работу вообще находится в активной фазе. Заработали все уже асфальтовые заводы, и сейчас уже приступили уже к непосредственным работам. Даже где-то идет, продолжаем ямочный ремонт зависимости от ситуации, да, а где-то уже меняем все дорожное покрытие. Да, я понял. А вот будут ли соблюдены при всем при этом требования к доступной среде, вот так называемой? Да, безусловно. Сейчас это тоже вопрос, он актуальный, он важный, и правильно, что и жители на нем ставят акцент, и правительство Московской области. Я, к слову, хочу сказать, наш район попал в пятерку муниципалитетов, где мы вошли в такую программу по благоустройству доступной среды. Это на таком, ну вот на примере пяти муниципалитетов мы будем в течение этого года проводить работы, а область потом будет наша работа оценит, правительство Московской области давать оценку, и жители будут давать оценку. Что это такое? Управление социальной защиты населения, оно проработало, составило перечень тех адресов, где наши люди с ограниченными возможностями, инвалиды-колясочники, те, кто плохо видят, люди, да, то есть люди с ограниченными возможностями, где они в своей повседневной жизни каждый день пользуются, сталкиваются с этими трудностями, выходят на работу, выходят в магазины, выходят там на прогулки в своих дворах. Определили такую перечень домов, дворов, мест посещений, мест магазинов. И мы говорим о том, что наша задача в этом году, вот отработать, скажем так, эти маршруты, где эти люди ходят, и установить элементы доступной среды. Это и входные группы в подъезде, это и пандусы, это и специальные бордюры, на которых тот же инвалид-колясочник мог, ну, спокойно, без посторонней помощи заехать. Это и элементы доступной среды в магазинах, куда эти люди каждый день ходят за продуктами, так сказать, и покупают. Вот эти все места определены, эта работа в этом году у нас будет сделана и выполнена. То есть все это на контроле, в общем-то. Ну, да, можно так сказать, что на контроле. Мы вот на той неделе только собирали предпринимателей, которые попали, скажем так, в этот адресный перечень, где те организации, которые сталкиваются с людьми с ограниченными возможностями. Очень приятно было слышать, что наши предприниматели, а их было, наверное, собралось около 50 человек, мы проводили совещание в администрации, они откликнулись и сказали, дайте нам образец, дайте нам некий эталон, что мы должны сделать, и мы сами все это за свой счет сделаем. Это наши обязанности, нам будет только это очень приятно. А вот вы сказали сейчас, Михаил Ильич, что мы попали в пятерку. А вот кто это отслеживает? Какие критерии? Кто это приезжает, смотрит, вычисляет, жимут люди? Мы попали, знаете, как мы попали в пятерку муниципалитетов. Наверное, те муниципалитеты, которым руководители Московской области доверяют, что эту работу они справятся, и те задачи, которые стоят, мы их выполним. И именно в том объеме, и самое главное, в том качестве. То есть, это вот такая вот некая топ-пятерка, да? Чему мы опять лишний раз говорим, что очень приятно, что нас видят, и нам доверяют даже такую вот важную и сложную работу. То есть, оценка на доверии представленных материалов каких-то, что ли? Материалов в том числе. Оценка на тех результатах, которые были достигнуты в предыдущие годы, в целом, работу муниципалитета. То есть, относительно того... То есть, все в комплексе оценивается, да. Ясно. Вот готовится к открытию каворкинг-центр. Вот это вот страшные названия, такие современные. Какие перспективы для бизнеса сейчас открываются при этом? Сергей Ильич, ну смотрите, мы говорим о том, что и губернатором Андрею Юрьевичем Воробьеву в настоящее время уделяется очень много внимания, и ставятся очень амбициозные и правильные, на мой взгляд, задачи. Надо, безусловно, поддерживать бизнес. И речь идет не только о малом, среднем или крупном, а в целом о сфере индустрии предпринимательства, о поддержании их делового такого инвестиционного климата. Безусловно, от этого выигрывают все мы, каждый житель в том числе. Вот открытие каворкинг-центра, это такой, знаете, один из этапов этой работы. Что это такое? Это помещение, офисное помещение. Если мы говорим про наш, про такой центр предпринимательства, называется он «Старт», это общая областная тоже программа под руководством Андрея Юрьевича Воробьева. У нас, Сергеем Посаде, это 400 квадратных метров, находится на пятом этаже в доме быта на вокзале, в муниципальном помещении. Это офисное здание, которое уже отремонтировано, оснащено и предназначено для, условно говоря, для аренды офиса предпринимателю. Там есть секретарь, там есть вся необходимая оргтехника, там есть интернет, там есть зал переговоров, кухня, кофе. Ну, все условия, короче. Все условия. То есть, каждый человек, каждый предприниматель, у кого есть необходимость, кто не может по финансовым причинам. Для начинающих, в основном, да? Для начинающих, конечно. Там ставка арендной платы, она очень минимальная, и каждый начинающий предприниматель может зайти и поработать в этом месте один день, неделю, или месяц, или полгода. А это востребовано на самом деле? Или кто-то опять придумывает эту историю? Мы не считаем, а мы знаем, что это востребовано. Мы очень трепенно внимательно относимся к передовому опыту наших соседей, как и в Подмосковье, так и в других регионах России. Слушайте, ну вот очень красивый открылся в Реуте, в Одинцове, в Домодедово. То есть, и наши коллеги говорят, что у нас уже чуть ли не запись идет. То есть, те люди, которые хотят попасть, записываются заранее, что там через месяц, мне вот нужно 2-3 дня, я встречаю какую-то делегацию иностранную, да, я встречаю каких-то своих партнеров из других регионов, и мне нужно место, где присесть и пообщаться. Первое. Второе. Очень важно, я думаю, что вы тоже как предприниматель со мной согласитесь, что опыт проведения совместных каких-то совещаний, конференций, форумов, это тоже важно. И как раз это то место, где этот формат будет присутствовать. Взяли какую-то одну отрасль, пригласили под эгидой той же торгово-промышленной палаты, которая находится прямо в соседнем помещении на этом же этаже, под эгидой торгово-промышленной палаты организовали проведение семинаров, форума по какому-то вопросу. И все предприниматели, кому это интересно, могут собраться в этом центре и принять участие в заседаниях, в дискуссиях, обменяться опытом. Ну что ж, это интересно. Я думаю, что это такая вот открытая реклама. Уважаемые телезрители, сегодня, да, вот нам глава сегодня открыл на эти вещи глаза, можно сказать, потому что не каждый знает. Потому что говорят там вот, раньше просто бизнес-центр там был, а теперь каворкинг-центр. Ну да, здесь отличие, что это центр, но просто хочу подчеркнуть, что это муниципальное помещение, что это... Любой желающий в принципе воспользоваться. Любой желающий может прийти, да, и цены очень конкурентные. Правильно вы сказали, пользуясь случаем. Всех приглашаем. Да, вот приглашайте, приглашайте, чтобы там у нас бизнесмены процветали. Ну и раз уж мы к этому делу подошли, произошло тоже такое событие недавно совершенно, что у нас торгово-промышленная палата обрела нового руководителя. Вот, новым президентом районного масштаба, да, стал Олег... Гаджиев, да. Гаджиев. Вот, я в принципе с ним очень хорошо знаком, мы с ним тесно сотрудничали в свое время, там лет, там, наверное, где-то шесть назад. Вот, он нам здорово помогал, и я тогда уже как-то оценил его такие вот способности и управленческого характера, административного. Поэтому, в принципе, вот я от себя могу сказать, что это хорошее приобретение для района, я думаю, свежая кровь, и уже... К тому же он еще и опытный уже человек. Безусловно, опытный. Вот, да. Что вы-то ждете вот от него вот в данном случае? И обновленного, наверное, будем так сказать, состава, наверное, палата тогда. Раз приходит руководитель, то и состав палаты будет меняться, руководители или кого-то. Наверное, безусловно, но в конечном счете, наверное, они должны самостоятельно принимать это решение, да, менять состав, не менять, в каком качестве менять, в каком объеме менять. Действительно, вот, наверное, два дня назад я там тоже был, присутствовал на отчетно-выборном собрании, перевыборном собрании, где торгово-промышленная палата докладывала общественности о своих результатах, об итогах работы за год, и также был избран действительно новый руководитель. Он раньше возглавлял муниципальные казенные учреждения, да, центры по предпринимательству. Опять-таки, это тоже подтверждает, что это не какая-то случайная фигура, не случайный человек, да, который... Причем поддержка малого и среднего бизнеса на нем. Совершенно верно. То есть, это тот человек, который знаком со всеми проблемами не понаслышке в сфере предпринимательства, он их очень успешно, активно работал в этой должности, и вот, мне кажется, вот этот симпиоз, вопрос его той работы и работы в новом качестве, он, безусловно, должен принести плоды. А вы знаете, я вот при нем хочу сказать, что можно сказать о человеке, который находится у меня на совещании и докладывает вопрос по тому же предпринимательству, а у него глаза горят. Когда он об этом что говорит, ему настолько самому этот вопрос интересен, и он настолько полностью погружен в эту проблему, что вот у него просто горят глаза. Поэтому я думаю, что результаты не заставят себя ждать, а мы, власть от торгово-промышленной палаты, мы ждем такого, знаете, витка перезагрузки, да, но витка на другом совершенно более высоком уровне. Очень хочу, чтобы эта организация стала самым там близким помощником нам в продвижении наших проектов, в налаживании взаимодействия с предпринимательским сообществом. Мы просто ждем очень от них больших результатов и очень на это рассчитываем. Я предлагаю явить его сейчас миру. Давайте покажем тогда уже, да? Безусловно. Вот, уважаемые телезрители, о человеке, о котором сейчас говорим, мы готовы вам показать сюжет, как все происходило. Михаил Иванович, вы разрешаете? Да, безусловно. Он же не скрытая информация. Нет, я у вас в гостях, вы командир, да? Давайте посмотрим сюжет о новом руководителе, значит, торгово-промышленной палаты. Торгово-промышленной палате Сергиево-Пасадского района в этом году исполняется 20 лет. Последние годы ее президентом был Владимир Пономарев. Палата является некоммерческой, негосударственной организацией, призванной содействовать развитию экономики в регионе. Про цветание Сергиево-Пасадского района, отметил глава района Михаил Токарев, присутствовавший на очередном отчетно-выборном собрании, является конечной точкой совместных властей бизнеса усилий. Мы очень заинтересованы в развитии нашего предпринимательского района. Мы очень заинтересованы в выстраивании каких-то новых схем, подходов, взаимодействий в организации нашей и вашей работе. Мы готовы и хотим вам помогать, и готовы помогать, и хотим вам помогать, чтобы вместе сообщать, в целом наш район стал лучше и комфортнее. Также на заседании прошли выборы нового руководителя торгово-промышленной палаты. В голосовании участвовали 50 представителей местного бизнеса. За Олега Гаджиева, он ранее возглавлял муниципальный центр по поддержке малого и среднего предпринимательства, проголосовали единогласно. Одной из главных первостепенных задач для себя Гаджиев веет объединение районных предпринимателей в некий бизнес-клуб, где они могли бы обмениваться опытом, достижениями и предложениями. И в свою очередь доносили бы собственные идеи до властей. На собрании был избран и новый состав Совета торгово-промышленной палаты. В него вошел 21 человек. В своей работе новый президент торгово-промышленной палаты района будет использовать и накопленный опыт участия в различных целевых программах, региональных и федеральных, по развитию малого и среднего бизнеса. Татьяна Трушкина, Сергей Власов, День города. Ну, что ж, Владимир Николаевич Пономарев, который много лет возглавлял, он пока остался там, я так понимаю. Да, он помогает, безусловно, да. Будет помогать, передавать опыт там, заместителям он пока, да? Да. Ну, что ж, я так понимаю, что будем ждать только каких-то... Предположительных, хороших, хороших, добрых результатов. Вот, и давайте тогда плавненько мы перейдем, потому что все время нам как-то подсказывают, а что вы никогда не говорите про аграриев, про сельское хозяйство, а то про ямы-то понятно, там, про дороги, про дураков, это все хорошо. Но начинается и посевная кампания, все-таки у нас сохранились некоторые колхозы, совхозы, и вообще это надо беречь наше достояние, да? Вот, поэтому сколько на сегодняшний день у нас вот агропромышленных предприятий в районе, хотелось бы задать вопрос, сели готовы, когда выходят на поля, мы тоже готовы туда выехать. Вот, Беляковым созваниваемся, например, с Александром Степановичем, что вы, Сережа, не приезжаете, мы тут уже вот сейчас посевную затеяли, да, или что-то еще. Вот, поэтому хотелось бы, конечно, знать, сколько земли вот будет обработано. Наверное, это сложные, конечно, такие вопросы, но все равно, сколько ведется в оборот этих посевных там площадей там и так далее. Вот, вы можете как-то нам сегодня это все рассказать? Ну, да, вы сказали, что у нас же остались там... Каратенечко, минут на 40. Какие-то совхозы, да. Евгеньевич, хочу доложить, да. Какие-то передовые. Что не какие-то, во-первых, а передовые, безусловно. На сегодняшний день вообще у нас в Сергиево-Пасадском районе присутствует 15 аграрно-промышленных предприятий, 20 крестьянско-фермерских хозяйств, подсобных хозяйств. То есть, я всегда говорю, что Сергиево-Пасадский район – это сельскохозяйственный район, и мы этим гордимся. И мы еще более того гордимся тем, что сельское хозяйство в нашем районе, оно не затухает, а только с каждым годом мы прикладываем для этого массу усилий. И сами предприниматели нам в этом помогают. Хотя проблем-то, конечно, будет здорово хватает. Да, проблем, безусловно, хватает. У нас в 2016 году мы ввели в оборот более 4000 гектар. Мы в 2017 году планируем еще в оборот ввести более 1500 гектар земли сельхозназначения. В целом, оборот пашни в 2016 году, он вообще составил более 95%. То есть, они, может быть, такие цифры обывателям, может быть, мало о чем-то говорят, но специалисты, он их услышит. То есть, брошенных земель не так много у нас. И мы говорим о том, что те земли, которые есть, они все возделываются и участвуют в этом аграрно-промышленном обороте. Действительно, уже эта работа началась. У нас, по нашим оценкам, по оценкам вместе с нашими аграриями, на проведение весенних полевых работ, мы предварительно просчитали необходимо более 80 миллионов рублей, 84 миллиона рублей, если быть точным, если мне память не изменяет. Работы сейчас эти уже ведутся. Я, наверное, на той, по-моему, неделе проводил смотр такой специализированной техники нашими специальными службами, административно-техническим надзором. Вся техника у нас готова, совхозы у нас готовы, фермеры готовы, личный состав готов. То есть, эта работа уже идет, и мы от этого года ждем не снижать темп, а только наращивать, увеличивать объемы производства и увеличивать объемы земли, которые будут использованы в этом процессе. Но здесь еще важно, тоже, если мы говорим про развитие сельского хозяйства в целом, хочется сказать, что и с одной стороны существует не одна программа в поддержке данного вида бизнеса, как же мы говорили о торгово-промышленной палате. Во-первых, у нас в 2017 году мы заключили уже 16 соглашений с предприятиями аграрного комплекса на субсидирование денежных средств из Московской области. Эта работа была активно проведена и в том году, и в этом мы продолжаем делать. У нас три молодые семьи, а это семь человек, получили сертификаты, гранды по полтора миллиона рублей на приобретение, улучшение своих условий проживания. Жилищных условий. Жилищных условий, да, это те люди, которые задействованы, работают в этом секторе экономики. На наших сельскохозяйственных предприятиях. То есть, это лишний раз подчеркивает о том, что сельское хозяйство не забыто. Мы уделяем ему пристальное, особое внимание, и этим очень дорожим и гордимся. То есть, мы на контроле все равно держим и выращивание злаков, и животноводство, и так далее. То есть, я уже сейчас это услышал, хотя, в принципе, известно все, конечно, что мы действительно не отстаем в Московской области по поддержке вот этого, да, бизнеса сельскохозяйственного, да, аграрного. Вот поэтому... Я более скажу, что я уже, мы как-то говорили на предыдущих встречах, что и вы сегодня задавали вопрос, да, какие вот критерии оценки, как оценивают руководители, да, Московской области о том, как мы работаем, как работают чиновники на местах, как муниципалитеты работают на местах. И вот существует рейтинг эффективности оценки работы муниципалитетов. И в разделе по сельскому хозяйству по итогам 2016 года мы были в пятерке лучших из всех муниципалитетов Московской области. Опять это лишний раз подчеркивает, что эта работа ведется в повседневном, в каждодневном режиме. Ну, то есть, как вот в кино, вы тоже одеваете резиновые сапоги, как раньше, вот с райкомов, сапкомов приезжали, с ЦК там партии, одеваете резиновые сапоги и по пахотным землям. В том числе, да, сапоги резиновые, вы, наверное, уже видели, я приобрел, да. Это не только, конечно, для общечения наших фермеров. Я даже баллон не видел. Наших фермеров, да. Но вот мы по стройкам ездим, конечно, это необходимый атрибут нашей повседневной работы. Хорошо, значит, ну, мы сейчас уже, конечно, все равно должны вернуться, к нашим соцобъектам, потому что никуда от этого не деться. Вот, и все эти, роддом, в первую очередь, который, в общем-то, у всех на контроле, наверное, у каждого жителя, потому что много споров, много надежд. Кто-то верит в то, что он будет там существовать в полном, как бы, объеме, потому что там чуть ли не 600, ведь человек должно будет его обслуживать, я так понимаю. Да, 500 человек, да. Да. Вот, поэтому, конечно, это серьезное такое, в общем-то, предприятие для нашего района. Ну, и все-таки, вот, школа на Северном, ФОК в Римаше, о котором мы говорили, вот, и вы еженедельно посещаете площадки, вот эти все строительные, и знаете, как обстоят дела. Есть вот что-то добавить за прошедшие, ну, практически месяц, наверное, назад мы встречались? Ну, безусловно, да, эта работа также, она в повседневном режиме идет еженедельно, действительно, я и мои коллеги ездим, мониторим, проверяем, контролируем, интересуемся, как всегда говорю, не только контролировать, но и помогать мы обязаны. В ту субботу мы были на роддоме, правильно вы сказали, что он находится на контроле у всех, и приезжал, я бы так сказал, что куратор этого проекта от правительства Московской области, это заместитель председателя правительства Фомин Максим Александрович. Вы у меня с языка все сняли, мы приготовили по этому поводу сюжет. Сюжет, да, ну, наверное, да, мы его сейчас посмотрим. Безусловно, эта работа идет, приезжаем, работы на роддоме, раз вы начали про роддом, расскажу про роддом, идут. Погода уже такова, что уже начались работы по благоустройству прилегающей территории вокруг роддома. Ну, 90, наверное, процентов, 95 процентов всех строительно-монтажных работ, они уже внутри помещения окончены. Как мы в тот раз говорили, я подтверждаю, что в настоящее время основной объем работы – это установка сложного, ну, нового, современного медицинского оборудования, его установка, осуществление пусконаладочных работ, его проверка. Вот сейчас все эти работы идут. Да и специалистов надо там еще подбирать. Специалистов, вот, с языка взяли, да, 1-1, да, 2-1, да, 2-1. Как раз на этом, на совещании в субботу тоже был вопрос, обсуждали, что мы уже готовы, наших врачей, наших специалистов, которые у нас уже есть, кого мы подобрали, и я помню, что даже Сергей Александрович Пахомов говорил о том, что в том году, что мы даже из соседних регионов подбираем именно для работы на новом оборудовании в нашем новом роддоме. Уже сейчас проводится обучение, действительно, оборудование новое, и обучение, конечно, необходимо. Раз, это как обучение медицинского персонала, так и обслуживающего персонала, это инженеры те же, да, кто будут работать в этом роддоме с точки зрения выполнять обеспечивающие функции. Эта работа уже сейчас идет, работа идет по, многие жители спрашивали, будет ли там автобусная остановка, будет. Автобусная остановка не по требованию, она будет в постоянном режиме, тоже сейчас мы эту работу делаем. Все идет к тому, что, я просто боюсь говорить, когда мы говорим про стройки, очень опасно какие-то конкретные даты. Да, тут сейчас скажешь июнь, июль, ага, и все цепляются. Нет, все идет по плану, я думаю, что, ну, это лето, июнь, июль. Если оно, тем более, еще будет не таким дождливым. Дождливым, да, про погоды переходят. Роддом запустится, он будет работать в штатном режиме. Опять хочу повторить, что надо обратить внимание, что это грандиозный проект, полностью идет финансирование Московской области, федерального бюджета. И сейчас на территории Подмосковья с нашим роддомом еще сдаются три, по-моему, роддома и два крупных центра специальных. То есть, это такая массовая, объемная работа, комплексная работа. Да, поэтому, конечно, ну вот, не так все просто. Да, понятно. Но все-таки давайте посмотрим тогда, как нас посетил заместитель представителя правительства Московской области Максим Фомин. Уважаемые телезрители, в эфире наша телепрограмма «Полный контакт». Вами всеми очень любимого. Гость в студии, как вы уже сегодня с нами пообщались, вы поняли, узнали этого человека. Михаил Юрьевич, мы все время с шутками, да, с прибаутками. Да, глава района Михаил Юрьевич Токарев и я, ведущий Сергей Боков. А сейчас мы предлагаем посмотреть сюжет о строительстве, о заканчивании, наверное, строительства роддома. В заместителе председателя правительства Московской области Максима Фомина на стройплощадке роддома еще вовсю велись монтажные и пусконаладочные работы. Сейчас они уже близятся к финишу. На некоторых этажах появилось мебель и медоборудование, которое закуплено на 100%, но большая часть аппаратуры ждет своего часа. Медицинская техника не любит пыль, поэтому окончательная расстановка станет возможна только по завершению всех работ. Когда работа закончена, надо этот объект вымыть, чтобы он был чистый, привести в порядок и уже расставлять мягкую мебель. И, соответственно, чтобы можно было этот объект ввести в эксплуатацию и передать нашему Минздраву, чтобы началась здесь уже работа. Еще один вопрос, который обсудили на выездном совещании, где также присутствовал глава Сергеево-Пасадского района, благоустройство прилегающей к роддому территории. Сейчас оно выполнено на 65-70%. После того, как сойдет снег, здесь начнется озеленение и асфальтирование. По словам главного врача нового роддома Олега Вышелевского, к 30 мая строители должны уйти с площадки. После чего начинается юридическая процедура передачи здания, оборудования, всего-всего-всего. Сначала на баланс муниципалитета, а потом на баланс непосредственно ЦРБ. Ну и в упрощенной форме это все говорит. Все это дело, скажем так, не дело 5 минут. Некоторые юридические процедуры оговорены определенными сроками. Допустим, передача здания в оперативное управление собственности – это 14 дней. Меньше никак нельзя. Поэтому вот с 30 мая по 27 июня. Теоретически 27 июня мы будем готовы начать на 100% работать. Еще одной точкой субботнего объезда главы Сергея Посадского района Михаила Токарева стала стройплощадка новой школы на Северном-5. На объекте ежедневно работают 54 человека. Строители идут с опережением. График констатировал глава района. Следующий этап – прокладка инженерных коммуникаций к объекту. Сложностей на площадке нет. Мы из земли выходим, засыпаем пазухи и будем уже готовы приступить к частичным благоустройству территории, к коммуникациям инженерным, то есть приложить водопровод, канализацию, отопление и все такое. Ну и все эти инженерные все сети. По словам Михаила Токарева, строители должны сдать объект в июле 2018 года. Новая школа рассчитана на 1100 мест. Татьяна Трушкина, Михаил Жучков, День города. Да, ну, школа, конечно, тоже очень серьезно. Перейдем к ней, потому что разгрузит здорово она, конечно, все это наше хозяйство. И, может быть, прекратятся наконец-таки вот эти вот бесконечные очереди, дергания Ольги Константиновны Дудревой и вторая смена. А то ходишь в школу, а потом бац, и вторая смена. И вторая смена, да. Да, значит, скоро вся страна, Михаил Юрьевич, будет отмечать самый замечательный праздник. Это День Победы. Мы, конечно, тоже готовимся вовсю. Что в этом отношении делается сейчас? Осталось совсем немного. Безусловно, осталось немного. Все у нас, сценарий готов. Все мероприятия, которые мы запланировали, которые требовали участия, скажем так, дополнительных сотрудников, дополнительных сил, все у нас, договоренности полностью достигнуты, все в работе. Безусловно, большой праздник, исторический праздник, очень такой, знаете, добрый, я бы сказал, даже праздник. Как традиционно, как всегда, не только 9 мая мы будем праздновать, мы готовимся это заранее, 5, 6, 7, 8 мая и 9 мая. Каждый день будут проходить в том или ином месте города, района праздничные мероприятия, какие-то концерты, какие-то выступления, какие-то спортивные мероприятия. Программа очень обширная. 9 мая, ну, не хочу говорить это слово, но традиционно, оно такое, может быть, немножко грустное, но за этим словом вы, как никто, понимаете, какой объем работы. Со слезами на глазах, это радость все равно, да. Конечно, будут и возложения венков, и мемориалы, концерты, салют, и бессмертный полк обязательно. Поэтому всех приглашаю принять участие. Существует ли какая-то адресная помощь ветеранам? Их так немного осталось. Да, безусловно, адресная помощь существует. Ветеранов у нас осталось в районе чуть более 200 человек, которые дожили до наших дней, да, дай бог им здоровья, дальше. И низкий поклон за то, что они сделали. Адресная помощь существует. Губернатор подписал постановление. 10 тысяч рублей получает каждый ветеран адресно. По 5 тысяч рублей получают участники блокады, узники, то есть вот другая категория. Это с одной стороны. С другой стороны, мы уже взяли, наверное, в традицию, проводим такую акцию, как социальная покупка. Каждый желающий мы проводили на той неделе, которая как раз была и посвящена Дню, День Победы, посвящена в помощь нашим уважаемым ветеранам, дорогим. Каждый желающий мог прийти в магазин «Перекресток». Проводили ее в торговом центре «Семья», в магазине «Перекресток». Каждый желающий мог прийти, приобрести себе необходимые продукты. Также мог отдельно приобрести продукты, ну, скажем так, первой необходимости, которые, по их мнению, могут быть полезны в жизни наших ветеранов. По окончанию этой акции сотрудниками было подобрано 170 наборов продуктовых, которые в этот же день и на следующий день были адресно доставлены каждому ветерану, который принимал участие. То есть, помощь в различном формате, я уже не буду говорить о том, что, опять-таки, запланированно будем проводить, буквально дойдем до каждого ветерана, поздравим с этим праздником, скажем им слова благодарности, поздравим. Тоже внимание, безусловно, будет уделено. Да, вот сейчас я тоже благодарю со своей стороны, что помогли Петру Михайловичу Червоненко. Сейчас он тоже поехал лечиться. Вот наш почетный гражданин города Краснозаводска и района. И, уважаемые телезрители, может быть, кто-то еще не знает, у Михаила Юрьевича тоже такой легендарный дедушка был. И наш почетный гражданин, герой Советского Союза. Нихаева знают все. Да, Нихаева Михаил Константинович. Вот, поэтому, конечно, вот вы ходите, ходили или кто-то из ваших детей в полку участвует? Ходили, я ходил, и семья моя ходила, и близкие ходили, и родители ходили. С фотографией? С фотографиями, дедушка одного, и второго, и полени супруги тоже, да. Ну что, замечательно, конечно, это все здорово, и хочется надеяться, что такими вот шагами, не хочу говорить семимильными, но и невкратчивыми уже, там, мы уже шагаем бодро, вот, решаем вопросы, которые возникают, и вы так уже, я смотрю, так, в материале так... Уверенно мы шагаем. Да, 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 в материале, это приятно, потому что, ну, хотелось бы, чтобы наш район все-таки, если не впереди планеты всей, то, в общем-то, хотя бы в ногу шел, да. То, что вот сейчас еще, 29-го числа, сажает Подмосковье традиционно лес. Акция, да, Лес Победы называется. Есть такая, да, вот в том году мне, наоборот, не посчастливилось, и я расчищал площадку от лесонасаждений, потому что деревья посадили на площадке, где должна быть автостоянка, такое тоже должно быть на улице Пограничной, и, к сожалению, нам уже посаженные деревья довольно-таки большие, нам пришлось выкапывать и пересаживать другое место, да. Вот, постараемся, конечно, все их сберечь, что они, которые вот от ледяного дождя погибли, мы, конечно, восстановим. Вот, но эта акция, она продолжается? Безусловно, она продолжается. Действительно, в эту субботу, 29-го апреля, мы будем проводить это мероприятие, общественные мероприятия тоже, тоже, пользуясь случаем, приглашаю всех принять самоактивное участие, каждого жителя, приходить. Площадки определены уже для посадки? Площадки определены, да, в этом году у нас будет основная площадка, это Лазовском поселении, вся информация есть на сайте администрации, но при этом я говорю, что мы и определили еще места, и дополнительные, скажем так, они даже не дополнительные, а просто альтернативные. Это места будут в нашем городе, будут места в каждом поселении, по всему Сергиево-Посадовскому району, где также каждый желающий, может прийти, взять с собой обязательно два условия. Это одежду, теплую одежду, сапоги, наверное, резиновые, и хорошее настроение. Инвентарь, сеянцы, все мы дадим, все мы покажем, как сажать, у нас будут присутствовать специалисты, которые научатся. Самое главное, еще раз говорю, конечно, чтобы все с душой. Поэтому приглашаю всех принять участие в эту субботу, начало в 11 часов, мы всех ждем. Ну, вот на этой, наверное, замечательной мажорной ноте, да, дома мы строим, детей растим, роддом, дома, и сейчас мы, да, уже говорим о посадке деревьев. Все идет, как положено у мужчин, по плану. А закрепить наш успех, Михаил Юрьевич, я хочу следующим. У нас тоже еще надвигается одно мероприятие, наша очередная братина. Проводить мы будем ее и в Сергиево-Посадском районе, и в Дмитровском районе, в Яхровском районе. Так что вот... Традиционно уже. Традиционно, да. Но я хочу чем сейчас отметить вот это событие. Я знаю, что у вас на третьем этаже есть такой музей, в котором почему-то вот никак все, никак мы не поставим эти братины. Поэтому я хочу, вот одну из первых братины, вот хочу передать в музей, вот такую вот. Спасибо. Вот это деревянные наши богородские умельцы делали. Вот на каждой братине у нас из жития Сергия Радонежского вот такие вот резные, да, все картины. Вот, и одна из последних вот братин таких вот мы уже из Гжели пробуем. То же самое. Здесь источник с живой водой. Спасибо большое. Там Дмитрий Радонежского мы отправляем, а здесь Сергий Радонежский вот открывает источник. Обязательно поставим в музей. Да, чтобы в музей вот такие вот были. Чтобы все приходили видеть. Спасибо большое. Потому что мы сейчас уже сказали и про строительство дома, про посадку деревьев там, да, и так далее. Ну, а это, значит, обычно закрепляли успех вот из таких чаш, пригубляли меда, меда дружбы. Вот, ну, уважаемые телезрители, вот на такой вот, наверное, медовой ноте будем заканчивать сегодняшний наш эфир. Надеюсь, что с вами мы пообщались вполне объективно, достойно наш глава себя здесь, в общем-то, представил и свои дела, и будущие проекты. Поэтому до новых встреч, мне хочется сказать. Михаил Ильич, вам большое спасибо. Спасибо за приглашение. Спасибо, что вы, да, вот так вот сказали и действуете, да, работаем все в этом же направлении, бодро шагаем вперед. С вами вместе сегодня работал я, ведущий Сергей Боков. До новых встреч в полном контакте.